А вы знаете китайский? Число желающих в крае изучать язык Поднебесный растет. В год Китая в России четверо школьников нашего региона даже выбрали иностранный китайский язык для сдачи в рамках ЕГЭ. А наш сегодняшний гость Сергей Кротов, переводчик, уже два года преподает в китайском лицее английский язык и знает о наших соседях почти все. Почему Китай для учебы и работы выбирает все больше россиян? Как в Китае проходит учебный процесс? Не только об этом. И поговорим сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Сергей. Рад вас видеть. Сергей, преподаватель английского языка, знает китайский? Я знаю китайский, но не весь, конечно. Я считаю, что мой китайский находится еще в зачаточном состоянии. Но я прикладываю все усилия к тому, чтобы изучать его все больше и больше. И в этом году я поступил в университет в Китае. Чтобы изучать китайский? Да, на языковые курсы. И буду заниматься целый год в очень плотном режиме изучением китайского языка. А как вы оказались в этой стране? И где вы сейчас живете? Ну, все побежали. Я побежал, как говорится. Ну, на самом деле, это довольно долгая и запутанная история, я думаю. Ну, наверное, слишком долго мы не будем рассказывать. Вряд ли. Она будет интересна нашим зрителям. Но почему именно Китай? Ну, вот в течение какого-то времени я наблюдал, как мои студенты из Барнаула и вообще. Многие люди направляются в Китай в поисках каких-то новых впечатлений, новой жизни. И подумалось, что чем я хуже? Ведь я же профессиональный преподаватель английского, и мои таланты могут там пригодиться. И так и получилось. Но вы сейчас живете, как вы мне сказали, в маленьком китайском городе с населением? Население 5,5 миллионов человек примерно. По китайским меркам это считается город небольшой. И, честно говоря, облик такого мегаполиса он стал приобретать совсем недавно. Может быть, 5 лет назад там начали появляться совсем высокие небоскребы, какие-то достопримечательности. Метро появилось совсем недавно. А чтобы найти работу в Поднебесной, какой необходим уровень китайского? Или вполне себе хороший английский подойдет? Для преподавателя английского китайским владеть не обязательно. Более того, даже если ты им владеешь, то со своими студентами, учениками ты не можешь общаться на китайском. Считается, что чем больше дети погружаются в английскую, в среду английского языка, тем лучше. Поэтому даже если ты знаешь китайский, на уроках ты им пользоваться не будешь. А все сотрудники школы владеют английским в достаточной степени, чтобы обсуждать с ними рабочие моменты. А почему Китай сейчас приезжает на работу вообще много иностранцев? Как вы считаете? Они не могут реализовать себя у себя в странах? Или, наверное, другая же какая-то причина? Я думаю, у каждого какая-то своя причина есть. Но я считаю, что Китай в каком-то смысле открыт для иностранцев. И местное население радушно принимает чужие лица, скажем так. Потому что затеряться в толпе там нереально. И в школах очень ценятся иностранные, выглядящие не по-китайски лица. А почему? Это считается престижным. И вот школа, в которой я работал, это школа для обеспеченных семей. И родители действительно платят немалые деньги за то, чтобы их ребенок занимался и находился в обществе иностранного гражданина. Считается, что это помогает им преодолеть языковой и культурный барьер. Поэтому, да. Но китайцы, ну все мы знаем, очень быстро развивающаяся нация. А как проходит обучение в Китае? Чем оно принципиально отличается от нашего? Я сложил для себя некое мнение по этому поводу. Я считаю, что китайцы очень трудолюбивая нация в принципе. Что касается образования, то детей там с молодых ногтей настраивают на то, что им придется учиться очень в большой конкурентной среде. Я для себя это объясняю тем, что китайцев в принципе много самих по себе. Поэтому, если ты зазеваешься в школе, в университете и дальше уже на карьерной лестнице, на работе, то заменить тебя можно в считанные секунды. Поэтому, чувствуя эту конкуренцию, китайские дети учатся очень усердно. То есть, помимо урока в школе, они еще занимаются дома и не только домашними заданиями. У них дополнительное образование помимо школы. Вот, например, эти школы английского языка, в которой я работал, это дополнительное образование. Это частная школа. И дети после обычной школы идут туда и вечером занимаются до девяти вечера. То есть, у них очень загруженный день. Да. И они готовятся очень усиленно к сдаче многочисленных тестов. Они работают на результат и стараются преуспеть. Потому что на пятки им наступают тысячи их сверстников. Ну, вот несмотря на то, что юные китайцы и молодые так много учатся, вот я прочитала, что им разрешено буквально все детям в Китае. Ну, есть такой момент. Он и в Японии, и в Китае распространен. Это отношение к маленькому ребенку, как к маленькому императору. Да, ему может быть многое дозволено в возрасте до семи, скажем, лет. Ребенка практически не ограничивают ни в чем. И, ну, это сказывается на их общем поведении и отношении ко взрослым. С маленькими детьми бывает сложно в школе совладать, потому что они, на мой взгляд, более избалованы, чем наши дети. Ну, а вы с какими ребятами общаетесь? Вот в этой школе возраст учеников у нас от двух. Совсем маленьких. Да. И до 12 лет. То есть вы просто даете им какое-то даже начальное, да, образование? Ну, то есть часто приходится работать с детьми, которые не умеют даже по-китайски говорить. Ну, чего себе. Вот, да. Они, наверное, начиная сначала по-английски, да, потом уже по-китайски. Ну, там даже не в этом сути. И родители считают, что важно детей вот с этого возраста уже приобщить к культуре и сделать так, чтобы они привыкли к иностранному лицу. Потому что многие дети действительно боятся иностранцев. Они выглядят не так. Так дети начинают плакать, проситься к маме. И поэтому вот они стараются как можно раньше начать этот процесс адаптации. Вот вы когда ехали в Китай, вы как представляли себе эту страну? И что у вас изменилось после двух лет проживания? Да, перед тем, как поехать, я изучал различные источники. Это YouTube-каналы, это и программы Евгения Колесова про Китай. Все это было пересмотрено. Также я начал изучать китайский за несколько месяцев до отъезда. Сложно? Не так сложно, как меня пугали, скажем так. Да, китайский не такой оказался уж сложный язык. Ехал я с ожиданиями, конечно, ну какими-то более-менее, может быть, стереотипными даже. Но когда я приехал туда, я понял, что я все равно оказался не готов. И первое время я чувствовал себя как на другой планете. Почему? Это настолько разная культура, что... Ну что больше всего поразило? Я не знаю, может быть, питание какое-то совсем другое? Ну, естественно, да. Достопримечательности, культура другая, что... Просто даже атмосфера на улицах разительно отличается. Для меня много вещей и приоритетов пришлось пересмотреть. Например? Ну, что касается еды, конечно. Это на юге Китая еда очень острая. И к этому пришлось привыкать. Потому что первое время, ну, это и непривычно, это и неприятно даже. А потом начинаешь понимать потихоньку эту остроту. И некоторые люди даже привыкают и не могут без этого уже ничего больше есть. Ну, китайская стена, видели ее? Произвела впечатление? Я не был на настоящей китайской стене. Она у нас на севере находится. Но китайское правительство очень разумно рассудило, что люди с юга тоже хотят ее посмотреть. А во времена праздников пассажиропоток увеличивается настолько, что поезда, самолеты не справляются. Поэтому на юге, около нашего города построили копию китайской стены. Вот на ней я был. Понятно. А какие-то еще достопримечательности видели, которые произвели впечатление на вас действительно? Что бы советовали посмотреть тем, кто поедет? Простите. В Китае очень много мест, которые я бы мог посоветовать посмотреть. Ну, начать, пожалуй, стоит все-таки с Пекина. Классические места, такие как запретный город. Огромное количество парков и музеев, храмов. Потом можно отправиться в Сиане, отправиться, посмотреть на терракотовую армию. Множество. Я даже не могу сейчас охватить своим умом мест, в которых я побывал и которые я бы настоятельно порекомендовал. Кроме того, в каждом регионе есть одна-две древних деревни, в которых сохранен внешний вид и быт Китая тысячи лет назад, может быть. А вот что мне было лично всегда интересно, почему китайцы сейчас главные туристы во всем мире? Я думаю, что они могут себе это позволить, по крайней мере сейчас, когда экономика... Они просто стали очень обеспеченными людьми, да? Да, в Китае очень много обеспеченных людей, они хотят познавать мир и отправляются толпами по всему миру. Ну да, вот именно толпами. Да, толпами. А сколько вы планируете еще работать в Китае? Ну, как минимум год, пока я не закончу свое обучение. Ну и в дальнейшем хотелось бы еще задержаться на несколько лет. А вы дружите с какими-то уже китайскими, я не знаю, ребятами, может быть, их родителями? Да, у меня есть друг в Китае. Это глава семьи, у него два сына. И мы подружились уже больше года назад. И с тех пор очень часто встречаемся, разговариваем, ужинаем, путешествуем вместе. А дети тянутся к вам? Да, да. У меня у самого там сын. И мальчишки дружат, конечно, между собой. Такая, да, интересная дружба народов. А какой бы совет вы дали нашим зрителям, которые в ближайшее время хотят, ну, поехать, трудоустроиться, например, в Поднебесную, найти работу там? Да, берите с собой гречку. То есть это что касается еды, это самое главное, нужно взять определенные продукты. Ну, вообще, да, транспортировка гречки из России в Китай в чемоданах и рюкзаках, она уже... А почему именно гречку? Ну, ее там сложно найти, а хочется иногда. Что-нибудь не острое? Ну, что-нибудь, да, такое. Ну, на самом деле, да, конечно, я шучу насчет гречки. Но я сам возил несколько килограммов. Вот. В общем, совет, будьте готовы ко всему, ребята, и будьте готовы к тому, что Китай будет вас удивлять каждый день. Самое главное вот ваше удивление, которое до сих пор с вами? Ох, это очень сложный вопрос. Очень сложный. Действительно, сюрпризы на каждом шагу, и привыкнуть даже за два года, ну, полностью адаптироваться не получается. А китайский нужно знать, вот на каком-то хотя бы уровне, если ты хочешь устроиться, работать? Не обязательно. Я знаю многих людей, которые не говорят по-китайски совершенно, при этом успешно работают там, преподавая английский язык. Но я лично для себя поставил такую цель – изучить и пользоваться. Это мой вызов. И в первый день, когда я ступил на землю Китая, я для себя решил, что с местными я буду общаться только на китайском. И как бы это ни было коряво и смешно в первые дни и месяцы, я добивался своих целей, используя их язык, и все это становится лучше и лучше. Ну, я желаю вам изучить китайский до того уровня, который вы хотите, и успехов вам. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили о Китае с Сергеем Кротовым, переводчиком, преподавателем английского языка.